Ну, повесил на всякий случай. Посмотрим, что из этого получится. Всем привет! В прошлый раз я делал сыр из козьего молока, из всего одного литра. А сейчас я буду делать из кровьего молока, причём молоко магазинное. Молоко вот такой вот, честный выбор. Стоит что-то 35 рублей в магазине PUT. Делать я буду, как и в прошлый раз, на сычужном ферменте от Bugsdrava. Отличный фермент, мне очень понравился. Ну, давайте начнем делать. И так как эти весы называют ещё аптечными, то можно сказать, что у нас всё точно, как в аптеке. 330 миллиграмм вот такого замечательного белого порошка. Далее мы берём и растворённый порошок, аккуратненько помешивая молоко, вливаем в тёплое молоко, температура молока от 30 до 36 градусов. Перемешали и оставляем в покое ровно на 1 час. Всем привет! Сейчас сделал сыр, пытался сделать сыр вот на такой закваске от Bugsdrava, сычужный фермент. И у меня не получилось. Скажу сразу, вот на этой закваске я уже делал. Закваска отличная. Но я делал на домашнем молоке, на козьем. И сыр очень вкусный получился. Ну просто пальчики оближешь. И я купил в магазине PUT вот это молоко. Мы часто берём это молоко именно там. У меня даже есть видео про это молоко, где я это молоко хвалю. И вот смотрите, я сделал всё как всегда. Как ни один раз уже делал. Для того, чтобы образовался у нас сгусток, плотный сгусток, который режется ножом, Достаточно буквально 20 минут, но я жду час. Тогда ещё лучше. Он режется ножом, прекрасный сгусток получается. Всё хорошо. Здесь же у нас прошло уже 2 часа. Смотрите, никакого сгустка нету и в помине. Молоко жидкое. Хотя, повторюсь, я делаю не первый раз. Именно вот на этой закваске, именно с того же пакетика, отвешиваю весами. То есть это всё проверено. Из этого я могу сделать только один вывод. Вот это вот молоко. Честный выбор, вот тут написано. Изготовитель у нас Кубань-Рус молоко, город Армавир. Изготовлено по заказу Пуд. Именно в Пуде я его, естественно, и купил. Вот это молоко, какое-то ненастоящее. И рекомендовать я его не могу. Поэтому доступ к тому видео, где я его хвалю, уже стало недоступным для просмотра. И запомните, вот это вот молоко не покупайте. Оно ненастоящее. Я не знаю, что тут, соя, пальма, не знаю, с чего они его делают. Но факт, проверенная, хорошая закваска, на которой сыр получается изумительный. На домашнем молоке. На этом молоке не получается. Совершенно не выходит. Идете в магазин, покупаете молоко. А на самом деле, я не знаю, что это такое. По вкусу вкусненькое, да. Но это не молоко. На молоке, сычужный сыр получается, ну, с первого раза элементарно просто. Это как раз то, о чем я всегда вам говорю, что нас обманывают в первую очередь. Именно в наших магазинах. А тут у меня 6 таких пакетов. 5,4 литра. Ну, вот, отделение произошло только после того, как я нагрел практически до кипения. Ну, и добавил еще немножко лимонной кислоты. Но отделяться начало еще и без кислоты. Ну, судите сами, какое это молоко.